В октябре начался громкий судебный процесс по делу об убийстве 15-летнего школьника в Шалкарском районе. Мирас Даулетьяр погиб на ледовом катке в январе этого года. Подозреваемый в убийстве тоже школьник. Сегодня родственники несовершеннолетнего подсудимого заявили, что ему пришлось защищаться. Главный и единственный подозреваемый в убийстве 15-летнего Мираса Даулетьяра, 16-летний Аслбек Сабр, сегодня предстал перед судом. Десятый класс средней школы Шалкара он так и не закончил. После случившегося его взяли под стражу. Вину подросток признал сразу. Взяв в руки складной туристический нож, Сабр приблизился к Даулетьяру и, выждав удобный момент, правой рукой, в которой держал нож, он ударил последнего один раз в область сердца. Ранение пришлось между пятым и шестым ребром. Ножевое ранение оказалось смертельным. В тот же вечер Мирас Даулетьяр погиб. Трагедия на ледовом катке на окраине города Шалкар произошла в январе этого года. Подсудимые погибшие учились в разных школах. Родители 15-летнего Мираса с момента его гибели потеряли покой. Каждый день приходят на могилу сына. Вину он признал. Почему дело начали рассматривать только на восьмой месяц, непонятно. Вначале хотели доказать, что преступление было совершено в состоянии аффекта. Но затем экспертиза опровергла этот момент. Мой сын никогда не был хулиганом, был спортсменом, подающим надежды. Родственники подсудимого возмущены тем, что перед судом предстал только Аслбек Сабр. Они уверены, что под стрекателями на катке были около 20 ребят. К виску моего сына погибший приставил пистолет. Его избили 8 человек. Какая должна быть реакция у 16-летнего подростка? Да, в содеянном он признался. И я его привела с повинной. Но ножа с собой никогда не носил. Нож он там же нашел, на катке. О пистолете в обвинительном акте прокуроров не упоминалось. Было сказано лишь о драке между школьниками. Стоит заметить, что в Шалкаре периодически происходят групповые драки и разборки с применением оружия между так называемыми районами. В конце июля там погиб 21-летний студент из-за дробового ранения. Эльмира Ержанова, Жомарт Кудайбергенов, Инфорумбюро, Октябрьская область.